Бадний Дан И Божич, Рождество Причем страна многоконфессиональная Поэтому у каждого свои выходные Католики не работают 24 и 25 декабря А православные 6, 7 и 8 января Конечно, в Черногории отмечается и Новый год Но скорее для туристов Интересно происходит и крещение Заплывом в море за крестом Но, как по мне, Бадни Дан Это самый важный праздник в Черногории За день до Рождества По всей стране жгут костры перед храмами Выглядит это как сплетение христианства с язычеством И средневековых традиций с современными реалиями На рассвете 6 января Мужская половина дома отправляется в лес за дубовыми ветками Бодняком Прихватывает с собой перекус, вино, ракию и даже пистолет Поэтому повсюду слышны выстрелы Ну а вечером мужчины несут эти ветки дуба к церкви Здесь батюшка приглашает всех к общему костру И каждую ветку окропляет вином Ну а после этого идут угощения раки, пончиками А детей конфетами Женщинам конфетки, мужчинам ракийка Отцовывается в этот день или нет? Да Точно, что с Рождеством? Точно Бодняк, то есть дубовые поления и ветки Символизирует огонь и тепло очага Которыми обогревали пещеру, где родился Иисус Вот поэтому бодняк зажигается накануне праздника То есть 6 января и горит до Рождества Когда церковь объявляет радость Рождества Христова Расписание, когда будут жечь костер у каждого храма Можно узнать либо на двери, либо у батюшки А можно в моем телеграме и инстаграме Сжигание сухих дубовых веток означает переход к новому календарному циклу От знакомого черногорца услышала, что чем больше искр даст ваша ветка в костре Тем будет год удачливее и счастливее Бодняка из леса приносят столько, сколько мужчин и мальчиков живет в доме А еще один бодняк для ангела, один для младенца Иисуса и один за успешный год Ну и еще несколько вот на всякий случай, руководствуясь правилом чем больше тем лучше Число поленев должно быть нечетное Кто-то еще к ним привязывает лаврушку и оливковые ветки В ожидании боднего дня в черногорском доме идут различные приготовления Дети несут солому и покрывают ей пол А хозяйка замешивает тесто на пончике, их тут называют прыганицы Все остальные блюда будут постные И в этот же вечер к рождественскому столу уже готовят печенье Это барашек или поросенок на вертеле Многие запекают его перед своим домом на участке, а кто-то даже на чердаке Но съесть его можно лишь на Рождество 6 и 7 января повсюду звучат поздравления Сречен Баднидан, то есть счастливого сочельника Или Сречен Божич, то есть счастливого Рождества Хотите и дальше узнавать про черногорские традиции и праздники Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить очередные видео Субтитры создавал DimaTorzok